Рассматривали две уже формы движения. В социальном становлении мы видим борьбу противоположных, каких тенденций? А можно я вас перебью? А можно попытаться свет как-то выключить, а то ощущение, что мы в психушке сидим с вами? А попробуйте, а будет видно. Ну я посмотрю просто, как они по всех параметрах учатся. О, это хорошо, да. Как, Степан Степанович, красивая картина получается? Я в красивом свете, а в темноте там какие-то люди слушают лекцию. Но у нас такой с вами... Не надо, не надо спросить. Близкий, близкий разговор. Близкий. Значит, мы видим какие там тенденции. Бытие переходит в ничто. Это как называется? Нет, у нас название было. Надо запомнить. Название очень легко запомнить. Переходит, перехождение, прехождение, прехождение. Все приходящее. Вот если бы вы только одно это запомнили, то вы бы уже могли быть мудрецами. Вот вам что-нибудь рассказывают, рассказывают, там смена президентов, выборы, это все, там то, пятое. А вы что можете ответить? Все приходящее. Вот у вас какие-то невзгоды, там топ не получается, это не выходит и так далее. А вы все приходящее. И тем самым всех успокаиваете, как делают мудрецы. Правильно? Вот так что это очень хорошо. И наоборот. В то же время, какое бы ни было прихождение, есть еще и прямо противоположное движение. Какое? Как называется? Нет. В становлении есть два момента. Один момент – это прихождение, а второй… Во, молодец. Учитесь. Возникновение. Она пробовала там по-первыхому. Она как раз все время, вот ей не нравится, чтобы что-нибудь приходило. А возникновение она поддерживает. Да. Да, чтобы это какая-то оптимистическая такая нота, да? Вот. Возникновение. Возникновение и прихождение. Все находится в процессе своего… Должен сказать, что это большинством населения Земли не оспойно. То есть, хотя это довольно элементарно. Вот мне приходилось, не тут, не далеко, на 10-й линии дом 33, в помещении математика-механического факультета, которое я и окончил. Когда я уже был кандидатом в науку и доцентом, я преподавал политэкономию и социализм. У нас программа политэкономии была такая, социализма. Возникновение и становление социализма. А где прихождение? То есть, как бы, теоретически прихождение социализма нет. Он только может возникать. Такой строй, который может только возникать. Поэтому, когда он стал приходить, это как бы теоретически, а следовательно и практически, поскольку люди, находящиеся на больших постах, они как бы теоретически смотрят на это, не было никакого прихождения. Поэтому, когда он пришел, пришел, то это как бы никто и не заметил. Потом оказались уже совсем в другом строе, в прежнем. А это прихождение охватило период с 1961 по 1991 год. 30 лет. Сейчас нам товарищи некоторые спохватились и говорят, он развалился. А как это развалился? Смотрите, вот сколько было возникновения социализма? Сколько лет? Давайте считать. В 17-м году революция была. И в 36-м году, в 36-м году, в 36-м, 35-м был построен социализм. Значит, сколько это лет? 18. 18 лет возобладало. Прихождение ведь было и тогда, правда? Не бывает же такого, что было только возникновение. Вот я вам сейчас расскажу, но я же умираю при этом. Так. Мы пока шли к вам на пару. Ну так оно и есть. Я про вас-то не говорю. Я о себе. Я только сугубо о себе. Потому что никогда не бывает. То есть есть, конечно, лекарства от этого. Как сделать так, чтобы не умереть? Знаете, какое? В истории. А? В истории. Это правильно. Ну, вообще, можно не родиться, и тогда точно не умрешь. Правильно? Не родиться, если это вот. Самое верное лекарство – не рождаться. У меня сейчас как раз вот внучке 5 лет, она активно обсуждает, как это люди умирают. Ей что-то очень не хочется это воспринимать. И она-то и так, и всяк. Потом она придумала выход. Говорит, а я ребенка рожу, и тогда я буду не умру. Ну, и что-то в этом есть. Правильно? Потому что родители в своих детях, там, внуках и так далее продолжаются. Безусловно. Это как бы и они, но более молодые. И когда вы видите, там мамочка едет с ребеночком, так видно, что ребеночек – вот вылитая мамочка, только моложе и красивее. Да? Так вот, что у нас было в программе политэкономии? Возникновение, становление. А прихождение как бы не было. Это было теоретически. Поэтому никто на это вот не обращал внимания, на то, что есть элементы прихождения во всем. Вот посмотрите сюда. Вот вам их хорошо видно. Видите, что тут такое? Это же что? Это же прихождение. Все приходящее. И нет ничего ни на земле, ни в духе, ничего такого, чтобы не имело бы вот этого момента прихождения. Ну, это мы с вами усвоили, становление как единственное возникновение и прихождение, а потом перешли к изучению изменений. Правильно? И это мы, я думаю, успешно освоили. И это изменение состоит в том, чтобы быть равным самому себе и неравным самому себе. И это у нас все очень хорошо получилось. И даже есть название этих двух моментов. Вот этот момент равенства с собой как называется? В себе бытие. В себе бытие. Вы сейчас в себе? В себе. А если я на вас не кричу, значит, я не вышел из себя. Тоже все хорошо. А момент неравенства с собой? Бытие не иное. Не иное. Если бы это было иное, то уже были мне и вы. А это бытие для иного. То есть вы все время превращаетесь в другого человека. А в какого другого? Более образованного, более полно овладевшего знаниями и так далее. То есть этот процесс идет постоянно. На этом фоне, на фоне того, что мы с вами понимаем, что такое изменение, значит, мы должны понимать, что это изменение ничего не говорит. Это лучше будет или хуже. Потому что изменение может состоять в том, что человек завалил и умер. Это же изменение. Мы хотим перемен. Перемен, да. Вот, пожалуйста, упали, вышли, упали. И, так сказать, шейку и бедра сломали. Это точно перемен. Так нет, у вас вот шутка не шутка, у нас вот кафедра небольшая. Социальная философия и философия истории. Сначала доцент Иванов Николай Борисович, который у нас все время лекции читает про Дантов ад. Вот, он вышел из дома и тут же сразу с дома подскользнулся и сломал шейку и бедра. Ну и там железо, все вставляли там, хоть час с палочкой. Только вот он только уже стал ходить с палочкой. Бывший заведующий, Пегров, профессор Константин Семенович, вышел на мостик там на канале Грибоедова, тоже самое. Готов. А он и вышел без телефона рядом с домом. Ну хорошо, добрые люди, как говорится, вызвали скорую, то все, операцию срочно, все сделали. А всего-то у нас там на кафедре семь человек, уже двое из них. И тут я вот увидел очень хорошую надпись у нас в университете, как раз в главном здании, что вот как берегись гололеда. То есть не в том она состояла, что мы посыпем около университета песочком, и вы не упадете. Нет, что вы, значит, руки держите не в карманах, потому что вам же падать придется. И так далее. И такие всякие советы, из которых я понял, что никто не собирается посыпать песком. Никто. Потому что это вывод, как говорится, это ваше приключение. И кто-то из вас в это дело попадет, а это уже ваше дело. Короче говоря, мы должны прекрасно понимать, что всякого рода заявления «мы хотим перемен», они не только такие неглубокие, а они вредные. Потому что, поскольку бывают отрицательные изменения, то люди не замечают, как они начинают куда-то сваливаться в прошлое. И вот какие политические лозунги выражали эту вот линию на «лишь бы были изменения». Во-первых, перестройка. Это что значит перестройка? Вот ходил Горбачок, говорит, а вы еще не перестроились? Надо перестроиться. А что значит перестроиться? Вот как мы знаем, что можно быть после перестройки? Перестроить можно, если речь идет о конкретной перестройке, то можно перестроить дворец в хлев, а можно перестроить хлев в дворец. Вы за какую перестройку? Можно быть просто за перестройку. Это какие-то непоседы. Им вот никак нельзя ли вас пересадить? Вот вы сидите, вы справа, вы слева. А не можете пересесть? А потом, когда вы переседете, говорят, ну а не можете вы снова пересесть? А вот сумочка у вас слева от вас, не можете ее справа поставить? А вы вот ручку держите в правой руке, не можете в левую? А у вас кольцо вот на левой руке, не можете на правую? А вы не можете перевернуть свою тетрадку, а потом будете вот так писать? Не можете так? То есть такие вот какие-то непоседы, которые надо менять, 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 менять. Ради чего менять? То есть какая-то цель вообще изменений исчезает, и вообще понимание этого изменения приводит к какому-то улучшению или к ухудшению. Эта оценка отсутствует вообще, когда человек говорит, есть другое. Вот закончилась эпоха Горбачева, и стало тогда ясно, что перестройка, если мы внимательно вчитываемся в текст, означает перестройка, строй был один, а стал другой. Так это изменение строя общественно, да? У нас теперь какой строй капитализма? А был такой? Был социализм. Вот это перестройка действительно. Перестройка, да, перестрой, изменение строя. Потом наступила эпоха Ельцина. Ельцин уже слово перестройка не употреблял, они же пикировались все время с Горбачевым. Но при том, что они пикировались, они делали одно и то же дело. Какое? Разрушали Советский Союз. Это очень сейчас легко доказать при современных средствах связи, которыми вы располагаете. И я вам только могу подсказывать, а вы можете проверять то, что я подсказываю. Скажите, пожалуйста, когда ликвидирован был Советский Союз? В каком году? Когда он ликвидирован был. Никак он сам не закончился. Это нам сказки рассказывают, что развалился Советский Союз. Что это за такой строй, интересно, саморазваливающий. Вот, например, молоко продают в Велико-Новгородское в таких пакетах, которые на Солнце через месяц будут разложиться. И не будет этих, которые 200 лет пластмассовые пакеты будут. Мы умрем, все умрут, а они будут эти пакеты жить. Нас всех переживут эти пакеты. Так когда был уничтожен умышленно Советский Союз? Ошибаетесь. Вот мне пришлось, мне пришлось, я готовился, меня попросили выступить на эту тему в программе «Штопор» на канале «Трепанация». И вот, значит, я начал на эту тему задумываться и проверять. Ну и начал проверять. Вы что отмечаете 12 июня? Скажите, пожалуйста. День роституции. Чего день? Роституции 12 декабря. Ой, да. День России. А когда этот день России стал, произошел-то? В каком году? В каком году? В 2006 развалился? Нет, ничего не разваливалось. Когда начали мы этот день России, когда произошел этот, который мы теперь отмечаем? В 19 июня. Ну, 12 июня. Ну, 12 июня. Что мы отмечаем 19 июня? Я знаю, что там нет денег. У нас выходной 12 июня. А что такое? Что такое? В честь чего выходной? Что произошло? Ну, поскольку у меня, так сказать, я вот вынужден был проверить, это легко очень проверить. Вы набираете там день свободной России, там, 12 июня. И там в этот день состоялся съезд народных депутатов России. И в каком году? В 1990-м. Не в 91-м, а в 90-м. Который принял решение о верховенстве на территории России. Каких законов? Законов России. Следовательно, законы Советского Союза уже на территории России не действуют. С 12 июня 1990-го года. Ну, а что значит не действует? Это значит, если какие-то законы Советского Союза совпадают с законами России, то, как говорится, они тоже действуют. Не потому, что они законы Союза, а потому, что они просто совпали. А те, которые не совпали, уже не действуют. Например, вот если вы у нас, я в столице нахожусь, да? А вы представитель союзных министерств или союзного управления. Давайте ее арестуем. По законам России. А она по союзным законам будет отбиваться с камнем? Не надо. У нас после 12 июня действуют какие законы? Верховерство законов России. А что у вас там написано в союзном законе, у нас уже не интересует. Ну, и это назывался день независимости России одно время. От кого независимость-то? От всех остальных республик. Что произошло? Ну, если Россия, союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки, что? Великая Русь. Великая Русь заявила, что на ее территории союзные законы. И что без Великой Руси можно сохранить Советский Союз? Как вы знаете, Узбекистан может сохранить. Он напрямую свяжется с Таджикистаном, с Арменией и Грузией. И, так сказать, они удержат, несмотря на сопротивление этой самой великой России, которая больше половины, так сказать, и в экономическом отношении, и в политическом отношении составляет в этом Советском Союзе. Но через месяц, что вы тоже можете легко проверить, если вы проверите, а что дальше было в 1990 году. А в 1990 году наши братья, а кто у нас братья? Белоруссия. Вот, и Украина. Наши братья собрались тоже на свои такие большие хуралы. И тоже объявили, что на территории Белоруссии и на территории... Это в июле было 1990 года. На территории Белоруссии и на территории Украины союзные законы не действуют. Ну как так? Не написано. Написано, что верховенство законов Украины и Белоруссии. Ну понимаете, что такое верховенство? Значит, не действует. То есть, есть только такие, которые совпадают с этими. То есть, не действуют. То есть, они тут не нужны. Никакую рулю не играть. Можно говорить о том, что сохранен Советский Союз? После июля 1990 года Советского Союза, как фактически существующего Союза Советских Социалистических Республик, не было. Но разговор об этом еще как бы был. Разговор есть, а Союза уже нет. Так, а дальше что? Дальше этого показалось. Это делал кто? Это Ельцин делал. Тут он был главной пружины. А в это время товарищ Горбачев, как человек более масштабный, и который сразу хотел в масштабах эту же проблему решить, в масштабах всего Советского Союза, а не так поштучно, дескать, Россия, Украина, Беларусь, это долго мы будем так двигаться. А как же еще Узбекистан, Таджики? Это надо же их как-то к этому подтолкнуть. Они не очень рыбались, потому что им ничего не светило с разрушением Советского Союза, как вы понимаете. Что мы и видим, что произошло. У нас почему так столько много гастарбайтеров? Я вот разговаривал с гастарбайтерами из Узбекистана. Говорит, вы что думаете? Вот у нас было цветочное предприятие, у нас был двухэтажный дом, на втором этаже мы жили, на первом был цветочный магазин. А как только вот Советского Союза не стало, никому эти цветы не нужны. Не потому, что наши люди не любят, потому что какие цветы на хлеб нам не хватает. Две тысячи они получали на наши деньги. Две тысячи. Наши в это время, несколько лет назад был такой разговор, двадцать тысяч получалось. А разговор начался с того, что он поздравил меня, гастарбайтеров. Поздравляю вас. С днем. Свободная Россия. Я говорю, от кого свободная-то? От вас же свободная-то. Чего поздравлять-то? Ну и так мы с ним поговорили. Поэтому, говорит, мы тоже любим цветы, но у нас покупают цветы только русские, а наши уже не покупают, потому что у нас на хлеб не хватает. Какие цветы? И вы видите, что если речь идет о мусор убрать, у нас вот, пожалуйста, приехали оттуда товарищи. Или садитесь на маршрутки, там кто водители, как правило. Вот они как черти работают, никаких там законов политовой нету, они не знают про 40-часовую рабочую неделю, про сверхурочные работы. И вы, наверное, тоже не знаете, если вас посадить на машины, сколько у нас максимальная продолжительность рабочей недели. Скажите, пожалуйста. Вы не знаете. Я, говорит, из Узбекистана. Хорошо. А вы из Узбекистана. Сколько у нас продолжительность рабочей недели в России? Так, вы из Туркменистана. Так. Сколько у нас? А вы из Казахстана. Тридцать шесть? Но вы с Луны. Ну да. Тридцать шесть. А вы с Марса. А вы? Вы из какой республики? Я уже поеду. Сколько продолжительность? Докладываю. Тридцать шесть. А? Позрано. Значит, докладываю. Есть такая книжечка, тоненькая, тоненькая книжечка, называется Трудовой кодекс России. Почему ее полезно почитать? Безполезен, но вообще не работает. Нет, нет. Что значит? Как кто-то за вас будет работать? Это смешно. Вот эта сумка будет за вас, а за вас сама ездит. Ну, если вы ее не возьмете, оставите меня. Я буду с ней работать. Вы не будете работать. Как может законы работать? Это вы наслушались рекламой всякой. Вы же сами реклама. Если вы сообщественники. Ну, если что значит, законы будут работать? Что такое законы? Это бумажки, бумажные нормы права, которые приводят в действие что? Которые не говорят, что делать, а говорят, чего делать нельзя. Вот вам запрещено выпрыгивать в окно? Не запрещено. Но никто вам и не советует это делать. А, так сказать, вы действуете свободно. Но есть нормы, которые вы не должны переступить. Переступили? Наказание. Переступник. Это кто? Преступник. Переступил? Закон. Все. Вот эта маленькая книжка, но она касается норм труда. А труд касается всех. Ну, кроме тех, кто не трудится. А тех, кто не трудится, их это касается, потому что они это, собственно говоря, нарушают. Как раз те, которые нанимают, те, кто трудятся. Поэтому их тоже это интересует. Но они посмотрели, что у них никаких за это ответственности нет, кроме одной. Если вы не выплачиваете зарплату, может быть уголовная ответственность. Вот эта норма есть. А больше никакой нету там примерно. Вот я не участвую в переговорах по коллективному договору. Пять тысяч. Есть у нас еще другая книжечка. Кодекс об административных правонарушениях. Вот там можно увидеть, что дадут за это. А нет, пять тысяч. Представляете, вот я миллионер. Пять тысяч за то, что я с вами вообще не разговариваю. Если бы просто я не разговариваю, не разговариваю, не хочу. И что? Пять тысяч. Это вы будете ходить, суд подавать, то, сё. Потом судебные приставы, исполнители. Я с ними буду судиться. Сам я не буду. У меня есть юрист. Вот она пойдет, вместо меня будет там с ней воевать. А вы будете ходить, ходить, мотаться и все нервы себе истратить. Поэтому это, в общем, надо знать. А по закону у нас не 40-часовая рабочая неделя, а до 40. То есть может 30, может 36. Может быть, что хотите. Это вот какое вы в коллективном договоре, если так установите, по договоренности с работодателем, пожалуйста, хоть 15 часов. Никто не ограничивает вас. Но более 40. Это, значит, называется сверхурочная работа. А сверхурочная работа у нас так организована. Первые два часа сверхурочной работы. Это надо знать, потому что сейчас очень просто делать. Вы хотите больше работать? Работайте в два раза больше. И в два раза больше получите. Нет, по закону не в два раза. Первые два часа вы должны получать в полтора раза больше, а следующие часы в два. Поэтому если вы в два раза больше работаете, то вы должны получать в четыре раза больше, а не в два. Ну как? Нет, получается в три раза больше, потому что в два раза больше вы получите. вы получили одно, а еще двойную оплату будете иметь за такие же часы. Но это не знает народ. Если вы не знаете, то незнание законов не освобождает ответственность за их выполнение. И, как говорится, если вы не пользуетесь законами, которые в вашу пользу, вам не хочется пользоваться. Ну, раз не хочется, вы свободны чем, можете и не пользоваться своими правами. Возвращаюсь назад. Значит, вот Михаил Сергеевич со своим дружком, а кто у него дружок был? Якулев, секретарь ЦК. А Михаил Сергеевич создал фонд Горбачева. В этом фонде Горбачева учредителем были, кроме этого фонда, сенатор Крэнстон, сенатор Киссинджер, сенатор Накасона. То есть это центр иностранного влияния на территории СССР. И вот Горбачев придумал сделать референдум. Вы за референдум? Как вы относитесь к референдуму, граждане представители? Это вот ваша тема, реклама и связь сообщественностью. Какая связь сообщественностью? Проведем референдум. Отнимать у меня эту папку или не отнимать? Давайте референдум проведем, и все будем голосовать. А чем хорош референдум? Референдум хорош тем, кто его выигрывает тот, кто ставит вопрос. Вот я вам ставлю вопрос. Так, у нас три варианта я вам предлагаю проголосовать. Вас застрелить, утопить или повесить. Выбирайте. И начинаем. Голосование, то, сё. А вы хотели перемен? Вот вам перемены. Вот ещё. Причём какие? На референдуме идёт. Свобода, выбора. Пожалуйста, выбирайте. А как вы думаете? Думаете, я шучу? А как вот проводили приватизацию? Три формы приватизации. Или так, или эдак, или вот этак. А приватизация всё равно. И вот, наверное, вы слышали, был проведён референдум в СССР. Когда? Референдум в СССР был проведён. В 1991 году. Через год практически после уничтожения СССР был проведён референдум. Когда уже дело было сделано, как бы это так закрепить, чтобы было оформить, чтобы как бы это народ сам всё сделал. Не Ельцин это придумал и не вожди Белоруссии и Украины, а вот вы сами бы это придумали. Давайте как-нибудь проведём референдум. Значит, если вы возьмёте сейчас и наберёте у себя в поисковике вопрос на референдуме по сохранению СССР 17 марта 2000... Ой, 2000 какого года? Нет. 1991 года. Вы там вопрос прочитаете. Вопрос звучит так. Вы за сохранение Союза Советских Социалистических Республик... Вот человек, который участвовал, прочитал, да, я за сохранение... И проголосовал. Не, а вы дальше-то читайте. Дальше-то читайте. Писали это не зря люди. Документы написали юридически. Вы за сохранение Союза Советских Социалистических Республик как Союза Суверенных Государств. Это что значит? Вот если, скажем, семья, муж с женой, и они стали суверенными, это что значит? Развелись. Правильно? Была у меня лекция, я перезвоню после лекции. Что значит? У нас вообще есть вот СНГ. Это что такое? Это есть союз как раз суверенных. Суверенных это что такое? Независимых. Союз, то есть был Союз Советских Социалистических Республик, а его превращают в Союз Суверенных Государств. А что такое Союз Суверенных Государств? Вот мы с вами, я вам предлагаю сейчас вот всем нам объединиться в организацию. Как бы я вам называть? Ну, все тут. Союз? Союз, нам всем объединиться. Вот мы здесь присутствуем. Можем объединиться с вами? Союз Независимых, я предлагаю. Союз Суверенных. Потому что Союз Суверенных никаких на вас не накладывает обязательно. Абсолютно. Потому что куда сейчас хотите, туда и пойдете. И на меня никаких не накладывает. Давайте ПРП. Пиар, реклама и я там буква П. ПРП. Нормально же будет звучать. Мы создаем такой союз. И что дальше? А дальше, как вы раньше ходили, меня не спрашивали. И решали. Так и сейчас не будете спрашивать. И друг другу не будете спрашивать. Каждый самостоятельный. Суверенный. И я. Как что делал, то и буду делать. И тоже вас не буду спрашивать. Ну, правда, мы должны, поскольку мы тут суверенные, но иногда вот в понедельник мы должны в это время собраться и посидеть, побеседовать. Так? Вот и больше ничего не требуется. Что такое суверенный? Суверенный – это независимый. А в гимне Советского Союза как? Пойдется. Союз? Нерушимый? Республика? Нет? Ошибла? Все. Что, не знаете, гимн Советского Союза? Ну, с исторической точки зрения, надо хоть знать. Вот я вам, пока вы вспоминаете, расскажу. Быль. Значит, у нас же очень долго обсуждалось, что надо историю помнить. Не надо, значит, это убирать из истории. И вот в Москве отремонтировали метро «Курская» вестибюль. И там рядом с Курским вокзалом такой здоровый вестибюль. И такой там многокранник наверху. И после того, как его отремонтировали, вдруг заявление, фартия яблока сделала, что это то, что там сделали в ходе ремонта, это возвращение к мрачным годам Сталинщины. И так далее. И тем самым привыкли внимание трудящих к тому, что там сделали. Я там был в Москве и заехал туда. А что там такое они там увидели-то? И вот поднимаешь голову, а там так вверху по периметру написано. Сквозь годы сияло нам солнце свободы. И Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на верность народу, на Путина, на труд и на подвиги нас вдохновил. И стоят такие, мужики приехали из России, из далеких мест, может, актеры так смотрят. Куда озираются, говорят, ну в Москве, как у них тут здорово так. Здорово. А в квартире яблока, значит, выступала. И тут вдруг по радио выступил архитектор города Москвы. И говорит, мы идем по пути восстановления исторической правды. Сколько вы наговорили, что надо историческую правду? Какая она не есть, соблюдать, сохранять и, так сказать, давать, как она есть. Вот это было так написано. Мы так и восстановили, как было. А еще тут был памятник Сталину. Ну, надо еще его восстановить. После этого больше партия яблока ничего уже не выступала. На этом дискуссия закончилась. Так вот, смотрите, на референдуме 70% проголосовало за сохранение Союза Советских Социалистических Республик как Союза Суверенных Государств. Это, знаете, сейчас опция есть в компьютере. Сохранить как? Вас сохранить как Иванова. Можно ведь так написать? Ваш файл. Или Петрова. Или Сидоров. Как угодно. Сохранить как. То есть, как сохранить этот Союз как Союз Суверенных. То есть, разрушить его. И вот, ну вот мне пришлось сделать такой ролик, который называется «Два больших обмана» в канале Трепанация. И вот один был вот этот, а второй был большой обман, когда люди думали, что они голосуют за Конституцию. Но ни один проект на голосование не был поставлен. Ни один. То есть, ни один человек не проголосовал за тот документ, который считается Конституцией. Я вам могу это сказать еще и как. Ну, непосредственно и живой свидетель. Я был членом Конституционного совещания. И находился в мраморном зале. И видел всю эту картину изнутри. Более того, я привез туда проект Конституции, который я раздал всем членам совещания. Все взяли, кроме Собчака. Собчак сказал, я это не буду брать. И как он начал шуметь, то все сразу стали кричать, дайте нам, дайте нам, дайте нам, дайте. И все, значит, разобрали у меня этот проект. И было пять проектов. Был проект комиссии Верховного совета, секретарь Румянцева. Это называется Румянцевский проект. Председатель комиссии Ельцин. Он же был председателем Верховного совета. Затем потом был проект президента, вернее, второй был комиссии. Второй был тоже Ельцинский проект. Ну, вот так он называется, как бы, никак он не называется. Еще один проект. Вот этот проект считается сейчас Конституцией. Третий проект был Собчака. Четвертый проект был проект Жириновского. Он же везде вот ходит, так вот шутит, смешит. Это он выборную кампанию проводит. Поэтому он всегда достаточно много набирает. А там он ходил такой спокойный, кого там шутить перед кем. Он раздавал тоже проект. У меня была газета такая большая, народная правда. А он раздавал как-то маленькие такие листочки. Ну, по идее, как если мы хотим голосовать за Конституцией, то что нужно сделать? Поставить эти пять проектов, а опубликовать. Причем на равных началах каком-то государственном. Раз. Второе. Обсудить. Два. Третье. Провести рейтинговое голосование. Почему рейтинговое? Потому что Конституция должна быть принята большинством, принявших участие, не принявших участие в голосовании, а большинством населения России. Это же Конституция. Правильно? Имеющих право голоса в России. А чтобы это условие снять, Ельцин проводил всенародное голосование. Просто большинство тогда. Если вот референдум, то надо большинство имеющих право голоса. А всенародное голосование давайте проголосуем. И все. А вот после того, как провели в первом туре рейтинговое голосование, определили бы один проект. Да? Самый. Больше всех набравший. Допустим, 27%. Теперь надо его поставить на голосование. Если он наберет больше половины голосов, тогда это Конституция. Если нет, то и нет. Правильно? Дескать, давайте и разрабатывайте еще лучше, пока не прошел. Никакого голосования. Ни за какой проект не было. Вы приходите, а вас, вам, бюллетень можете открыть, бюллетень всенародного голосования, указ соответствующий Ельцина о том, как, так сказать, принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации. Вот я сейчас вас спрошу. Перед этим мы стреляли как раз из танков по Белому дому, по Верховному совету. А сейчас спрашиваю вас, принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации. Ну, как вы ответите? Принимаете Конституцию. А вопрос, принимаете ли вы, какой проект вы птичку поставьте против того проекта, за который вы голосуете. Правильно? А что значит принимаю? Как я могу не принимать Конституцию? Конституция называется не то, что планируется на будущее, не проекты, а Конституция называется действующая. А действующей была Конституция России, то есть Конституция РСФСР. Латаная, перелатанная, вполне буржуазная уже, с которой согласованы все буржуазные законы. И приватизационные в том числе. А как вы будете не принимать Конституцию? Вас сразу надо везти в тюрьму. Как вы считаете? Если вы не принимаете Конституцию, основной закон. Она не принимает основной закон страны. Ну и другие есть предложения? Не поступили. Все, давайте пройдемте. Так, товарищи, помогите, пожалуйста, девушке спуститься. А там уже машина подъехала. Я не плачу. Да, последний раз пожала руку. Настоящий товарищ. А вы вообще никто, даже руку не пожали. Правильно, не садитесь с ними никогда. Садитесь, у нас здесь лучше компания, чем эта тройка. Это какая-то угрожающая тройка, а не совсем другое. Вот это говорит о том, что если люди в общих таких вопросах не разбираются, не в частных, потому что это на такие крупные вопросы, которые, когда обманывают, не десятки, сотни миллионов людей, сотни миллионов людей голосовали. Во-первых, сотни миллионов людей попались на то, что за дни свободные там Россия, Украина и Белоруссия. А потом сотни миллионов людей еще на референдуме в масштабах Советского Союза. Так мало того. Ну люди темные, не разобрались, не поняли. Есть всякие лидеры политические там, партии разные. Они говорят, празднуют 17 марта, я говорю, вы что с ума сошли праздновать? Ее празднуете, надо похоронные марши по поводу Советского Союза устраивать. Какие праздники. Похоронили в этот день, окончательно похоронили Советский Союз. Причем, как бы народ проголосовал. Нет, народ голосовал за сохранение. Да вы читайте, что там написано. Вы хоть когда-то читать будете, это же юридические документы. Референдум – это юридический акт. На референдуме бюллетень вами поданный, в котором написано, что вы за сохранение как Союза Суверенных. Вот у нас Суверенный, пойдите прогуляйтесь до соответствующего учреждения. Где у нас Ассамблея страны СНГ? В Таврическом дворце. Не были там в этой Ассамблее? Она с чем занимается? Ничем. Что такое Ассамблея страны СНГ? Ничего. Вообще пустота. Потому что, считайте, что мы уже с вами объединились в такую организацию, и все суверенные. Это что знать? Ничего. Ровным счетом. Но если будут спрашивать, мы вот в этой, как там называется, ПРП. А что это такое? Это вам не положено знать. У нас ПРП сейчас идет. Совещание ПРП. А что будете делать по итогам совещания? А кто хочет, то и будет делать. Почему? Мы же суверенные. Вы суверенные. Вы что, будете нас спрашивать, что делать? Я бы вам посоветовал, но спасибо вам за совет. Я как-нибудь сама решу. И все. Я же суверенная. И все дела. Ну вот, это мы с вами рассматривали вопрос о том, какие могут быть изменения. Вот если вы хотели изменения, вот им дали изменения. А люди просто выступали за изменения. Ну, можно просто за изменения выступать? Или надо разбираться, за какие изменения? Нельзя быть просто за изменения. Не надо всегда подумать, к чему эти изменения могут привести. Для этого есть специальная категория. Не категория изменений. К сущности, категория изменений, лишь бы вот измениться что-нибудь. Вот возьмите и измените. Все, вы перекрасьте в синий цвет волосы. Так, что там еще можно сделать? Надо подумать. А, наколки сделать по всему телу. Сейчас это очень. Что бы еще такое сделать? И ресницы выщипать, заменить на другие. Сюда носит это сделать. Сейчас вот ботокс существует. Можно, так сказать, все сделать. Искусственную женщину. А? Женщину искусственную. Сейчас, как говорят, ориентируются на модель женщины. Я спрашиваю, что лучше, женщина или модель женщины? По-моему, женщина лучше, чем модель. А почему-то... Сколько уже моделей умерло? Которые начали там себя доводить до такого состояния. Это все изменения. Поэтому давайте мы не будем хвалить изменения как таковые. Бывают изменения положительные, бывают отрицательные. Но как определить положительное и отрицательное? От того, что я вам скажу, вы скажете, вы подумаете, что это положительное, это отрицательное. Скажите, а что вы нам не сказали? А как определить? Вот мы сейчас... Наша вот лекция эта посвящена вопросу о том, как различать разные и противоположные изменения. Для этого вводится специальная категория. Развитие. Это же изменение развития. Какое? Развитие. Это не любое изменение. Правильно? Вы что, за развитие или за деградацию? Скажите, пожалуйста. За развитие. Вот. Значит, вы не за деградацию, а за развитие. То есть вас куда угодно не толкнешь. А или я вас начинаю толкать. Говорят, подождите, подождите. Куда, говорит, мы пойдем? Туда. А это что приведет? К развитию или к деградации? Если к деградации, я не пойду. Я говорю, как же вы не пойдете? Мы уже все договорились. Идем. А вы скажете, ну вы договорились, вы идите. Может, вы на мясорубку идете. Там всегда впереди козел, а потом, значит, козла в сторону. А эти самые бараны, они на мясорубку там визжат и делают что? Сосиски. Я вам сейчас рассказал, как на мясорубке это делается. А как вы думаете? Что думаете, их всех бьют? Нет, они так идут буртом туда. Впереди козел. И там дверка в конце. Раз. Его налево. А они там сразу там закрутились. Шкура сюда, кости сюда. Ноги сюда. Ну, конечно, мы, когда кушаем сосиски, мы об этом особенно не думаем. А особенно нам не надо так много и думать. Там не так много и баранин в этих сосисках. Там уже и курятина есть, и там есть и крахмалы, и прочее. Чего там только нет. Или, как мне рассказывали товарищи, которые работают на колбасном заводе, говорят, я на колбасном заводе ни разу не видел, чтобы туда мясо привозили. Зато вот мороженые кубы такие, хвосты, шкуры, большие кубы, метр на метр. Это каждый раз завозят. И дешевая колбаса, дорогая, отличается тем, что там больше добавлено всяких красителей, улучшителей вкуса. И так далее. Не читайте только, что там написано из состава колбасы. Потому что есть не будете после этого, ни за что. Когда прочитаете. Вот я прочитаю, ну, как человек просвещенный, как бы. Вроде как профессор читаю. Как подойду к этому иконостасу и начинаю читать. И вижу, копченая колбаса из курицы. Копченая колбаса из курицы. Твердо копченая из курицы. Ну, это вообще шедевр. А потом сосиски с мясом. То есть они там из чего-то сделаны, но и мясо добавлено. Да вообще красиво как. С мясом. Ну, надо же вообще. А некоторые и без мяса сосиски. А зачем это? Мясо портится. Так вот, мы специальную категорию с вами сейчас изучаем сегодня. Которая означает развитие. Это слово вам всем знакомо. А вот что это такое, я думаю, что это не так вот просто. Вот чем занимаемся мы на занятиях по философии? Мы все то, что известно с детства, мы пытаемся этому давать определение. Правильно? Чтобы вы не просто повторяли. Потому что дети просто повторяют. Если вот вы ребенок двухлетний, я вам сказал, скажи развитие. Таня скажет, Таня скажет, родите. И все, и хватит. Молодец, если она говорит. А сейчас я скажу, скажите. А вы что такое развитие-то сможете сказать? А если не... Процесс. А? Процесс. Процесс. То есть если вот я топтану, это и есть развитие. Понял. Но это же процесс. Да, потом запитая. А? Как, как? Что такое развитие? Некоторые на всякий случай... На всякий случай уходят, чтобы их не спрашивали. Потому что зачем тебе быть в таком положении? Спросишь, не ответишь. А так ушло под предлогом сейчас поговорить. И все. Что такое развитие? Изменение в лучшую сторону. Ну вот видите, так сказать, вот если тот, кто будет у вас, хочет, вас поймает и начнет у вас вытрясать деньги, все забирать. Нет, куртку вашу брать не будем. А денежки все там, вот сумку оставил. Давайте вот это будет развитие. Давайте сейчас разделим. Это изменение в лучшую сторону. Для нас. Правда? А для нее-то нет. А для нас-то хорошо. А мы сумку положим на место. Потому что так и делают потом. Приходишь, а сумка та же лежит, а только у нее ничего уже нет. Судья мне одна рассказывала. Пока она там возилась, открыла дверцу переднюю. А кто-то заднюю дверцу открыл, у нее там сумочку с деньгами, там 100 тысяч рублей денег было и карты. И с них быстренько сняли, а она осталась ни с чем. Такая огорошенная. А мы к ней пришли на судебный процесс. Вот проверьте теперь свою сумку. Вот так оставили вы? Да. Да ей миллион туда, миллион сюда, ничего не значит. Ну, надо, надо спокойно. То есть, поэтому, вот, все, что, как бы так определить, чтобы мы не попали в просак, чтобы мы не посчитали развитием то, что не является развитием. То есть, это вот понятие важное, но не все ведь изменение на развитие, правильно? Потому что есть развитие, а есть деградация. Нам самое главное не попасть вот прямо в противоположную сторону, не уйти. В развитии. Да, в противоположную развитию. Вот, вы там вот, когда щелкаете там, а вы развиваетесь или нет, как вы думаете? Или деградируете? Да, развиваетесь. А как вы узнали, что вы развиваетесь, если вы не сформулируете, что такое развитие? Вот для меня это загадка. Ну, просто я же работаю, когда я работаю. Все эти люди, которые хоронят, они тоже работают. Это никакое не развитие там, это похоронение. Может, вы говорите, там приезжайте туда, на кладбище такое, там мы вас похороним. Развитие. Откуда мы знаем, что вы пишете? Так, вот вы остались у нас, вы еще не задействованы там. Вот из этой тройки, конечно, из этой тройки. Так что такое развитие? Скажите, пожалуйста. Представляете, я начинаю думать, что я очень умный. Так вообще, когда я читаю, я не считаю, что я как раз вычитываю. Думаю, надо же, вот такие люди. А я это знаю, они не знают. Думаю, надо же, какое я. Но я из этой монополии выхожу. Я сейчас вам сообщу, и вы тогда тоже будете такие же умные, как я. Будете так, будете спрашивать их. Вы не знаете, что такое развитие? Ах, вы не знаете, что такое развитие? Это же можно ловить каждого. И допрашивать. Я же вас допрашиваю. Ну, и вы так же. Вы не пропустите, вы не пропустите. Значит, записываем или запоминаем прочно. Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Это очень хорошее определение. Простое, как и ясное, как и божий день. Движение низшего к высшему, простого к сложному. Если вы от низшего двигаетесь к высшему, да, вы развиваете. Если от высшего двигаетесь к низшему, вы деградируете. Правильно? А что такое высшее, что такое низшее, тоже может стать вопрос. Поэтому сразу двойное определение. Дивление низшего к высшему, простого к сложному. Если вы идете от простого к сложному, а что такое сложное? Сложное что? Это что? Не знаете сказать? Сложенное из простых. Очень легко запомнить. Сложенное, сложное, сложное. Легко запомнить? Сложное. Вот если вы разлагаться начинаете на элементы, то это неразвитие. Неразвитие Дескать, а если я умру Тогда будет, движение-то будет Изменение будет, которое мы изучали Труп же тоже изменяется Но он как? Он разлагается Это неразвитие Поэтому нужно делать примацию Что надо? Тогда вы сразу на элементы разлагаете Это же прекрасно, кстати, оно черное Я тоже считаю, что прекрасно Но стремиться к этому не надо Но мы же все в этом кабинете К этому стремимся, просто это опарно Нет, мы не стремимся, мы это оттягиваем Вам он там еще далеко А мне уже не так далеко Но я тоже делаю вид, что я этого не замечаю Поэтому Это как раз Человек представляет себе сложный организм Сложный организм превращается В простой набор элементов Правильно? Что такое пепель? Простой набор элементов А если, скажем, похоронили человека Потом эксгумацию Сделают Скажет Не того похоронили Это не она Или не он Да? До сих пор перекапывает все Тот царь, не тот царь Царская семья Не царская семья Я уж хотел людям объяснить Что если царь отрекся Уже семья не царская Как вы там не копаете Если отрекся Это обычная Стала обычная семья Так сколько этих Химей тогда поумирало Кто-то Кого-то поубивали Ну не царская она уже Вот если у меня семья профессорская У меня заберут Скажем Должность профессора Так она уже все Не профессорская Ничего тут непонятного Что вы обсуждаете Ну вот ходят все тут Перекапывают И так далее А потом мы находим мумии Египетские А вы вот сразу Сразу сжечь А вы подумали об истории А то будет вот про вас Это вот Все будут ходить И вас Беречь в мавзолее За ваши выдающиеся заслуги А вы бросили И вот вас Сожгли Кто такие злодеи Что хотят Это поторопиться Нет Мы к этому Мы все бережем Сохраняем У нас есть вот музеологи Я им читаю Единственное Что они Вот я начал И спрашивать Что такое музей Это очень тяжело было Вы наверное Может тоже не знаете Но вам то и не надо знать Мы же не музеологи А они Вот я их спрашиваю Что такое музей И что они говорят Ну попробуйте сказать Что такое музей Как мне Вот я просто жалуюсь вам Как мне тяжело Куда я не приду Не знаю самых Коллекция исторического застояния Коллекция исторического застояния Коллекция это собирание Только лет Собирать Да Собирает историческое застояние И чего И складывают Вот Нас видели Вот там внизу В Эрмитаже Там есть склад Склад Вот это В подвалах Эрмитары Это коллекция Исторического застояния Вот туда надо идти Наверх не надо идти Надлежащего Да Да Мы надлежащие А это подлежащие А это надлежащие Понятно Ну вот в итоге нашего обсуждения Я вам наконец Ну пришлось мне им рассказать Что такое музей Ну как же Я не могу скрывать От музеологов Это Как от вас Я не могу скрыть Что такое общественность Или реклама Если я знаю Вот я им говорю Что музей Это такое учреждение Которое А Собирает То есть прямо вот Вы в точку попали Коллект Собирает Историко-культурное наследие Сохраняет Историко-культурное наследие Правильно Кроме А у вас только собирает И сохранить уже не надо Собрали А дальше Тринтрова И уходите Так Сохраняет Историко-культурное наследие Изучает его Или не изучает Если оно не изучает То что собирает И пропагандирует Обязательно Там же есть и научные сотрудники И обязательно пропагандирует Открывает Чтобы люди приходили Смотрели И строили свою будущую культуру На основе прошлой Да Вот тогда это музей А иначе это просто Вот ящик с барахлом Какой-нибудь телесклад Ну вот Вот значит Смотрите Что мы получили Развитие Это движение Низшего к высшему Простого к сложному А сложное Это сложенное Из простых Вот в связи с этим Тут очень приятно Что здесь присутствуют Как раз женщины Кроме здесь Вот двух мужчин И женщина уж точно знает Движение идет Вот Развитие организма В утробе матери От целого к целому Или от части к целому От целого к целому От одной клетки Так От целого к целому А не так Что тут нога появилась Потом печенка Потом сельенка Потом легкий Потом левая рука Потом голова И между прочим Люди Сплошь и рядом От части к целому Вот вы можете Таких убедиться Думают Идет развитие От части к целому Никогда Развитие не идет От части к целому Вот вы развиваетесь От вас К кому? К вам Вот спасибо Это хорошо То есть это называется Вот на философском языке Развитие на собственной основе То есть вы идете От себя К себе Ну от себя какой? От себя менее Сложный К себе же Более сложный У нас Чем мы сейчас занимаемся На занятиях? То есть мы Более глубоко Разбираемся В некоторых понятиях То есть идем От простого К сложному И вы Если вы теперь Пришли на лекцию И целый час Мы с вами разбирались То вы теперь Двигались Этот час От простого К сложному При этом вы двигались Так что вы что От себя ко мне пришли? Или от себя к себе шли? Вот это движение От себя к себе Так даже и не говорят Так только философы говорят Но на самом деле Вы же понимаете Вы же двигались Не от себя ко мне И я не от себя К вам двигался Да мы здесь Вот я тут сижу Вы тут сидите И мы тут вроде как Особенно Дислокацию не меняли Идет движение От себя к себе На собственной основе На собственной основе Вот когда идет движение На собственной основе Это развитие В какую сторону? От простого К сложному А если от сложного К простому Раньше знали И все пока Вот мы тут с вами Разговаривали У вас последние Остатки знаний Растерялись Потому что я тут начал Все это вас спрашивать И вот это Голова заболела И сказал Да пошло оно Все к черту И что? И уже у нас с вами Идет развитие А у нее все Растаяло в голове Это что такое? Это обратное движение Противоположное развитие То есть как только Мы вот взялись Изучать категорию развития Мы уже Не просто находимся Вот в состоянии Становления Или вставляя изменения А у нас есть Определенное изменение Движение низшего К высшему Простого К сложному И не от одного предмета Мы идем к другому предмету А тот же самый предмет Двигается Растение Вот некоторые товарищи Спрашивали И с умным видом А вот что раньше Курица или яйцо? Вот ответьте на этот вопрос Что, не знаете? Вы в университетах учитесь? Я думаю, курица первая Курица думаете? Первая? Да Так она же из яйца Да Так она нет Она мутировала Из другого Да, она мульсировала Из другого организма Из другого А другой организм какой? Про курица какая-нибудь? Про курица То есть вы считаете, что? А вы тоже так считаете? И что, вы там все так считаете? Да Ну, у нас тут другая партия сложилась Сейчас вот мы спросим их А вы как считаете? Что раньше? Курица или яйцо? Это может быть яйцо Потому что Я должна откуда-то сделать Ну Вот, видите Это другая точка зрения Противоположная Яйцо Я думаю, нам надо им объявить войну Если мы победим То эта точка зрения Возобладает, что яйцо раньше курицы А если они победят, что курица раньше яйца Но воевали же за то, с какого стороны яйцо разбивать С тупого конца или с острого Поэтому мы можем вполне за это повоевать Вы нейтралитет тут соблюдаете? Или тоже за то, что яйцо первое было? Ну, я из вашей этой бригады выхожу Потому что я говорю Ну, яйцо-то куриное Это все курица на разных этапах своего развития Или я не прав? Не хотите курицу рассматривать? Желудь это дуб? Да А росток вот такой маленький Видели как? Два листочка там Это дуб? Да А дуб, когда вот такой дубок молодой И он такой весь зеленый Это дуб? А когда дуб трехсотлетний Сейчас поезжайте Он в Сестрорес Там есть парк дубки Петровские дубы Три человека надо, чтобы Обхватить этот дуб Это дуб? А если дуб умер? Он тоже дуб Но он уже не развивается А вот пока он развивается Он все дуб Правильно? Поэтому человек В этом смысле Одна клетка человека Это человек Это человек Зародыш человека Это тоже человек Но как в зародышевой форме Родившийся человек Это человек И все идет И все у него развивается Развивается Мозг развивается язык появился, да, ходить начал человек, это все, что, движение, а некоторые сырьки уже и ходить не могут, или ходят, да, и уже у них с памятью что-то, что-то я где-то у вас видел, не помню, может быть и такое, так, и это что, обратный процесс идет, то есть уже развитие завершается и идет обратный процесс, это не про вас, это я про себя, ну, чтобы вы глядели, мало ли вдруг, вот что-то увидите, так вы мне скажите, если что-то у меня будет не то, так увидите, что движение пошло вспять, пока получается, что вроде я как бы моложе, потому что я знаю, что такое развитие, а вас начинают спрашивать, а вы еще вроде не знаете, типа, ну, это как бы относится на молодость вашу, где сказать, ну, а молодые-то они, молодые, кто такие, это они не знают, потому они и молодые, а когда они узнают, так они улыбаться, может, перестанут, а сейчас улыбаются, так это хорошо, сейчас будут сидеть такие мрачные, но знающие, знающие, но мрачные, вот развитие, а в самом развитии, а развитие в нем есть противоречия, или непротиворечивое развитие, может быть такое, что-нибудь, что без противоречий, вот как вам, диалекция как что говорит, хоть вы не сильно ее знаете, диалекция, но уже знаете, что все содержит в себе противоречие, и противоречие является источником самого движения, вот вы в себе содержите противоречие? Есть,ająщие. А есть кто-нибудь, кто считает, что в нем нет никаких противоречий, прошу выйти, потому что это обманщик, или обманщица? Правильно? Потому что таких людей, которые вы не содержали противоречия, нет. Раз есть противоречия, то мы тогда можем в самом развитии выявить 2 противоположных тенденции. Какие? Какие? В развитии, которое в целом есть движение низшего к высшему, простого к сложному, 2 противоположных движения, связанные с этим, противоречиваясь этого развития. Одно связанное с тем, что идет движение высшего к низшему, а другое движение низшего к высшему. И это все в рамках целого, которое движение низшего к высшему. На вас не буду смотреть, на вам примеры не буду, я на себе продемонстрирую. Вот видите, я вам лекцию читаю, да? Я же умираю. Это какая тенденция, что я умираю? Позитивно или негативно? Ну, если я успею умереть до экзамена, это позитивно. Но если не успею, то это негативно. Но я же, если я вам рассказываю, то от того, что я вам рассказываю, я же тоже учусь рассказывать, правильно? Это же нужно, чтобы людям объяснить. Я же каждой аудитории рассказываю, естественно, по-своему. А если бы я не хотел, у меня-то записанных лекций много, я бы здесь поставил и под фанеру бы отчитал лекцию. Ну, поют же под фанеру, а почему нельзя лекции рассказывать? Все будет, этот звук идти, а я только рот буду открыть. Но это тоже будет деградация, правда? Так вот, как называется движение в развитии, совпадающее с направлением развития? Никогда не задумывались? Движение в развитии, совпадающее с направлением развития. А противоположное движение в развитии, противоположное развитию. Вот у вас есть два противоположных движения. Я сейчас на вас посмотрел, прям так вижу явно. И одно, и второе. Как вот их назвать? Это не только у вас. Я вот дальше там, вот соседка сзади. У нее тоже не только есть позитивное, так сказать, такое направление. Но есть и противоположные. Или есть такие люди, у которых нет противоположных движений? Нет таких людей. Нет таких людей. Так как они называются? Хотелось бы знать. Вы все слова знаете. То есть вот этот курс, который я вам читаю, он не дает никаких, в общем, почти никаких новых слов. Но он дает понимание тех слов, которыми выражаются движения, развития, изменения, становления и так далее. То есть то, с чем вы сталкиваетесь в жизни, и тогда жизнь ваша будет выражена не в мертвых формулах, а в таких, которые описывают, собственно, движения. А на самом деле в жизни так все и противоречиво происходит. Поэтому мы должны иметь такой, как бы, научный аппарат, который позволяет вам выражать. Вы с общественностью хотите иметь дело, а общество-то противоречиво. А люди все в обществе противоречивы. Все находятся в движении, а у нас мертвичина в голове. И как мы тогда будем с вами действовать? Какая связь с общественностью? Какая-то с мертвым какая-то связь. Приходишь к нему и смотришь на них, что они мертвяки. Какая может с ними связь? Никакой. Они с вами даже разговаривать не будут. А если противоречие, всегда у нас есть что-то совпадающее. Правда? У нас же есть с вами что-то общее. Вот у вас что-то есть, ведь хорошее, оно же развивается. Так это надо же поддерживать. Если я поддерживаю это хорошее, что у вас есть. А я развиваю противник? Нет. Я и вам, кстати, не противник. Потому что я за все светлое и хорошее, что у вас есть. То есть, не только, что у вас волосы светлые, а вообще за все светлое и хорошее у вас. Это лучшее. Это не просто детство. Она блондинка, а это брюнетка. Ну, это примитив. А вы вообще по всей природе блондинка. То есть, как бы у вас все светлое там. А вы, несмотря на темные волосы, светлый человек. Что тут плохого? Я сказал. Ничего. То есть, вот, чем мы тут начинаем обладать. Так вот, как называется это? Я тяну время, чтобы вы сказали. Как называется вот это движение и то? Можно тогда я скажу? Это все вы знаете. Движение, совпадающее с направлением развития, называется прогресс. Есть такие люди, которые не слышали такого слова? Нет. А движение противоположное в развитии, противоположное регресс. А если регресс, может быть, в любом. И в природе есть регресс, правда? Засыхает тот же самый дуб. Это регресс. А если это общество, то вместо регресса мы говорим реакция. Бывают годы реакции или не бывает? Что значит годы реакции? Что в годы реакции ничего не развивается? Бывает, что экономика никак не развивается? Что не совершенствуются средства производства? Ничего не производится? Да? Или ничего не производится больше? Годы реакции – это совсем не обязательно, что все. Но в целом они характеризуются преобладанием реакционной тенденции над прогрессивной. А если прогрессивная возобладает над реакционной, тогда это годы прогресса. Вот у нас сейчас сложная ситуация в России. Почему? Вроде бы в международных делах у нас явный прогресс. Прогресс в том, что довольно самостоятельную политику проводит Россия. И несмотря на то, что пытается ее как-то сбить с этого самостоятельного курса, она тем не менее, имея определенную свою военную, экономическую мощь, она это сохраняет и проводит. И на сегодняшний день, скажем, Россия является единственным государством, которое противостоит американскому фашизму на экспорт. Потому что они вот одно задавили государство, буржуазное Югославии. Буржуазное. Буржуазно-демократическое государство. Не просто задавили, а его разбили на кучку всяких государств. Вы даже сейчас начнете перечислять, сколько вместо Югославии, не сможете перечислить. Сербия, Черногория, Македония, Хорватия. Всех перечислить? Нет. А? Не. Нет? Еще есть. А это все же была одна Югославия. И что теперь? А нападение на Ирак под благовидным предлогом? А что у вас там? Там у вас нет оружия массового поражения? И в этой пробирочке, ну, например, а как сейчас этот Джонсон рассказывает нам? Судец говорит, вот новичок, видите ли, русский изготовили. Так если вы знаете, что это новичок, значит, у вас есть устройство этого новичка. Слушайте, так это у нас уже конец. Это мы уже перебрали. Вот видите, я говорю, что во всем есть негативный тренет. Это у меня сейчас негативный. Я у вас украл 10 минут. Ужас. Я прошу прощения. Прошу прощения. А это мы квиты. Вы позже пришли, а я позже вас держал. Ну, прошу прощения. Спасибо за внимание. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.